Привет, ребята, опята! И как вы могли заметить, что качество картинки немного изменилось. А это значит, что я сейчас снимаю на телефон и буду рассказывать и показывать интересные моменты из своей жизни. Потому что это новый выпуск «Приключения Дарри». И перед началом хочу сказать, что материал был снят, а время не стоит на месте, поэтому некоторые кадры у меня лежали на ноутбуке аж с лета. Не обессудьте. И сегодняшний рассказ начнем с того, что в один прекрасный день я решила встать на путь истиной и начать заниматься спортом. Уже становится смешно. Поэтому смотрим, что из этого вышло. Объясняй ситуацию происходящего. Сейчас на дворе 9 утра, и мы с Тянкой решили заняться спортом. И при этом сделать небольшую разминочку в преддверии хорошего дня. А еще я стащила штанцы в галле, пока она спала. Ровно о 5 дней, но спустя. Дарь, ну как тебе? Ух, шикос. Я лучше всех. Вот спорт, мою лайф вообще вот. Ну мы же занимались 5 минут, и надо позаниматься еще. О май гад, о май гад. Дарья, зазор. Коза ты ходишь, Дарья. Мне уже жарко. Это гусиный патруль. Дарья, ну как прошла тренировка? Ой, я чувствую себя такой спортивной. Не, ну на самом деле, я думала, будет все намного хуже. Понятно. И что ты хочешь сказать напоследок? Занимайтесь спортом, а еще счастья, здоровья, благополучия, гармония по жизни. Всех люблю, целую. Уходи в закат. Давай. Нет, неправильно. Это лосиный бег. Давай еще раз. Дарья, как вам? Вам нравится то, что вы делаете? Это бобряный шаг. Отдыхаете? Я занимаюсь медитацией. А ты загораешь когда-нибудь? Че ты такая белая? В смысле белая? Вот у меня загар, это градин. Дарья, зазор. Посмотрите на нее, какая мощь. Какая быстрота. Бежит. Ох, побежал. Ты че так втопил-то? Дарья, остановись. Всем вот такими спортивными быть, как Дарья. Да, Дарья? Да потому что смотрела тренер Галю. И вы смотрите тренер Галю. А после этой прекраснейшей тренировки дома меня поджидал сюрприз. Хотите, я вам расскажу сейчас историю. Я пошла на зарядку с тянкой. Мама поехала в деревню и закрыла дверь. Она ведь ее неправильно закрыла, я не могу открыть дверь. Посмотрите, я сую ключ. Он мало что заходит не полностью. И он ни туда, ни сюда. Че мне делать? А? А? И главное, нету соседей, и дома у меня никого нету. А, кстати, у меня вот еще есть такая брелакса с Джорджем. В итоге, мне пришлось сейчас позвонить отцу, чтобы он приехал. А, почему все так плохо? А, все через одно место. Ну, по итогу, как вы видите, все обошлось. Дверь ломать не пришлось. Какая рифма, да? Какая грация. Все хорошо, все замечательно. В одном из предыдущих выпусков я говорила, что я учусь на музыкальном отделении, и у нас есть дополнительный инструмент. Тогда я рассказывала про курай, а сейчас пришло время баяна. Музыка, это, конечно, хорошо, но не стоит забывать о навыках выживания, как раз о которых сейчас мы и поговорим. Если вы оказались вечером в лесу, то вам, наверное, известна такая проблема, как комары. И сейчас я вам покажу такой некий туториал, как же от них отгоняться. Сначала мы будем отгонять комаров от нашего лица. Для этого мы поставим руки перед собой крест-накрест, и будем поворачивать голову в разные стороны. А затем, чтобы вокруг нас оставшиеся комары улетели, мы помахаем руками. Давайте теперь это все закрепим. А сейчас пришло время рехотленной птусы И как вы помните, в предыдущем выпуске «Приключения Дарьи» мы ходили на концерт певицы Максим И на протяжении всего концерта мы ждали всего лишь одну единственную песню, которая так и не прозвучала Поэтому мы решили ее спеть самостоятельно, а поможет нам сегодня в этом Азаличка Отпускаю и в небо улетаю, желтыми листями наше прошлое лето С телефонами, глупыми письмами Отпускаю и слезы высыхают на ресницах, но Как же синие звезды нам с тобой могли присниться Спасибо большое за просмотр, можете поставить свой лайк и нажать на вот этот вот колокольчик Чтоб вам приходили оповещания моих новых видео Также подписывайтесь на мои соцсети В них я проявляю активность побольше, чем на ютюбе Ну а с вами была Дарья, скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok